Эти соревнования пользуются особой популярностью среди арчан. Секрет прост. Спорт объединяет, укрепляет и дарит позитив семье. Уверена многодетная семья Кожеватовых. Они активно участвуют в различных городских мероприятиях, пропагандируя здоровый образ жизни и активную жизненную позицию. Почему гиревой спорт? Получается так, что я с детства с гирями занимался, надеялся, когда же еще сыновья займутся. Потом неожиданно и сыновья займутся. А к ним и дочки подключились. Вот так гиревой спорт вошел в нашу жизнь. Ну это получается наш национальный, русский вид спорта. Так он, по-моему, получается. И жизнью своей проповедуем православие, а спортивной деятельностью проповедуем русский вид спорта. В открытом первенстве принимали участие около ста спортсменов. Среди участников были как начинающие спортсмены, так и те, кто уже успел оценить блеск золотых медалей. Мы сегодня собрались мы в честь вручение мастеров спорта. Впервые в истории города Орска Стаханов Валентин получит удостоверение мастера и Выборнов Владимир. Это впервые в истории города Орска. В свое время я учился в новоорческой школе СОЖ номер один, где преподавали рукопашный бой. Он по совместительству являлся тренером по гиревому спорту. Оттуда я и начал ходить на тренировки. Ну, моя работа основана на охране правопорядка. Дополнительные силы придает этот вид спорта. Сила и выносливость – вот составляющая успеха в гиревом спорте. Конечно, говорят, спортсмены должна быть и голова на плечах, чтобы показать серьезные результаты одних мышц мало. Парни, можно сказать, приходят такие вялые ребята, ничего не хотят. В основном такие помешанные, можно сказать, на компьютерных играх сейчас в наше время. Ну, после, скажем, если усиживаться на одном месте, после года ребенок начинает уже более-менее вести себя, скажем так. Уже он начинает мыслить по-зрослому. Борьба за победу развернулась на шести помостках. На каждое упражнение давалось по 10 минут. По итогам трехчасового противостояния были определены победители и призеры. Все участники были отмечены кубками и ценными призами.